Пожалуй, страх порицания свойственен каждому из нас, но как он влияет на нашу жизнь? Сегодня у меня в студии те, кто готов поделиться своим опытом и рассказать, как они справляются с необходимостью постоянного общественного одобрения. Меня зовут Лариса Зайцева, а это программа «С разных сторон». Общественное мнение – это мнение окружающих, мнение близких людей, то, как они о тебе думают, что они говорят и вообще, как к тебе относятся. На мой взгляд, общественное мнение – это общепринятые доводы и выводы людей, касаемые каких-то определенных объектов и субъектов. Безусловно, мы сталкиваемся с общественным мнением каждый день, потому что мы кого-то обсуждаем, люди нас обсуждают, и этого не избежать в нашем мире. Поэтому общественное мнение – это ежедневная рутина. На самом деле, довольно-таки часто, потому что у каждого человека почему-то есть в голове, что его мнение – это истинно верное, что я должна прислушиваться именно к нему, что я не должна делать как-то по-своему, потому что его мнение – самое важное. Наверное, общественное мнение не сильно на меня влияет, потому что в любом случае я делаю то, что я считаю нужным, то, что я хочу, и людям очень сложно переубедить меня в чем-то, поэтому не сильно оно влияет на мою жизнь. В детстве, наверное, очень сильно влияло, потому что я была очень таким ребенком, которому было важно, что о нем говорят, что о нем думают, но сейчас я как-то больше близка к тому, что думаю первоначально я о себе, что я думаю, поэтому, наверное, сейчас оно никак на меня не влияет. Я думаю, для любого человека важно общественное одобрение, потому что, чтобы люди с тобой хорошо общались, они как бы в любом случае тебя принимают, хоть как-то в свое окружение, и поэтому, да, безусловно, оно важно для каждого человека, и для меня тоже. Для меня, наверное, важно общественное одобрение только в том случае, если это касается вопроса, в чем я некомпетентна, то есть атак в целом все-таки нет. Я больше тот человек, который учится на чужих ошибках, а на своих. Нет, я не считаю себя зависимым человеком, потому что, как я ранее говорила, я делаю то, что я хочу, то, что я считаю нужным, поэтому люди влияют на меня, но не сильно. На данный момент в своей жизни уже нет. То есть мне не важно, что обо мне думают и что буду думать в дальнейшем. На самом деле я такого не испытываю, потому что я очень ярко одеваюсь, очень ярко крашусь, и очень часто так выхожу на улицу, и мне как бы не важно, что обо мне подумают люди. Самое главное, что я нравлюсь себе в зеркале, как я выгляжу, и как бы остальное для меня не важно уже. Наверное, тогда, когда это касается какой-то командной работы, где, грубо говоря, я нахожусь в составе главнокомандующих ролей, где работа зависит, грубо говоря, опять-таки, только от меня. И, наверное, тогда, естественно, есть вот этот вот страх того, что я сделаю что-то неправильно, и меня заклюют. Я его не испытываю, потому что если мне нравится, значит, и другим понравится, потому что как ты себя ощущаешь внутри, так и будут на тебя смотреть люди. Наверное, если понять, что если тебя поставили на эту роль, то, значит, в тебя верят, что ты можешь справиться, что ты сделаешь все ради того, чтобы не провалить. Поэтому, наверное, это помогает справиться с этой задачей. Я думаю, каждый человек управляет общественным мнением хоть как-то в своем роде, потому что мы даем какие-то советы, мы помогаем людям. И нашим младшим, вот у меня есть младшая сестра, и я как бы ее наставляю, ей помогаю, как правильно что-то делать. И поэтому, я думаю, все отчасти в этом это делают. Нет, на самом деле я бы не хотела, потому что люди, которые идут на поводу общественного мнения, чаще всего это стадо баранов. А в чем прикол руководить стадо баранов? Ну, если из банального брать, то почти каждый второй человек говорит, что у меня очень красивые волосы. Вот, и я очень много раз пыталась их обрезать, но меня останавливали. Я не жалею в этом, потому что я считаю, что они мне идут. Вот, но и у меня была короткая стрижка. Вот, но как-то, с одной стороны, очень останавливают люди некоторые, некоторые, наоборот, говорят, да, давай, иди, но как-то так вживу. Вот, поэтому, ну, не сильно общественное мнение на меня влияет, поэтому, как считаю нужным, так и делаю. Скорее всего, нет, такого нет, либо я просто не помню. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!